Здравствуйте, мастер. Приветствую. Скажите, пожалуйста, как помочь нашим близким? Нужно ли это делать? Потому что часто бывает, что мы хотим помочь, встав на путь духовного развития, или это выбор каждого человека индивидуальный? Все зависит от уровня сознания данного человека, и все зависит от того, что он хочет сделать для своих близких, каков уровень помощи. Есть ментальная помощь, есть эмоциональная помощь, есть физическая помощь. Это все зависит от того, какова ситуация в семье, допустим, да, но либо в отношении. Но высочайшей помощью является та помощь, которая создает в человеке некую силу, через которую он может действовать. Ну, допустим, вы даете человеку одежду, оказываете помощь. У него нет одежды. Вы его накормили. Ну, к примеру, вы ему помогли сделать какую-то работу. Все это приходящее, все это не является постоянным, все это не является тем, что сделает его самостоятельно самодостаточным. Но вот если вы научите его тому, чтобы он, встав на духовный путь, пробудил в себе волю, покажете ему, каким образом можно жить, как лучше жить. Конечно, для этого нужно самим обладать этим всем. То есть вы дадите ему совет или поможете ему осуществить что-то, что сделает его самодостаточным, это на долгие годы. Поэтому помощью, как мне видится, самой лучшей помощью является то, когда вы создаете условия для саморазвития, создаете условия для развития этого человека. Но при этом, я еще раз говорю, вы должны начать с себя, потому что, по большому счету, помощь нужна самим себе сначала. Допустим, вы знаете, что посоветовать. И человек вас слушает, и он не видит в вас убеждения, не чувствует силы убеждения, не видит то, что вы обладаете этим, вы, может быть, просто передаете информацию. И он может подумать, что, или прочувствовать, что этого ему недостаточно, и отвернется от этого. Ну, то есть не воспримет ваш совет, хотя вы искренне что-то хотите посоветовать. Почему так происходит? Потому что вы не обладаете тем, о чем говорите. Я сейчас не говорю конкретно о вас в целом, я просто привожу пример о том, что люди, которые дают советы, должны обладать тем, что они советуют сначала. То есть получается, что мы должны в реальности начинать с себя. Когда вы обладаете этим, то то, чем вы обладаете, вы можете передать, поделиться. И если вы не можете что-либо посоветовать, но хотите помочь человеку, тогда вы можете молиться. Потому что самой высокой и лучшей помощью является помощь свыше Творца. Я был много раз в этих ситуациях, когда я уже не мог ничего сделать, и потому я и не мог ничего сделать. Потому что мне нужно было обратиться к Высшему в этот момент. Я просил за кого-то. И тогда, когда я ничего не мог и не знал, а по большому счету просто человек ничего не может и не знает, даже если он обладает каким-то знанием, то это знание также может быть воспринято или не воспринято. Это знание может помочь, может не помочь. Когда ситуация серьезная или сложная, в это время включаются высшие силы. Вы можете обратиться к Высшему за помощью. И Пхагаван Ши Сати Саи Баба очень часто говорил, с вами происходят события именно такие, в конечном итоге, которые показывают вам на то, что ваша самость или самостоятельность, она предельна, она не имеет безграничных возможностей. И тогда, когда вы ничего не можете, а эти события потому и происходят, чтобы человек понял, что уже есть край, да, его самости, ограничения. И тогда вы, обращаясь к Высшему, получаете эту помощь непостижимым образом. Потому что Творец всегда знает, как лучше это сделать. Проще говоря, тогда, когда вы ничего не можете, вы обращаетесь к Высшему, и это происходит. И тогда, когда вопрос очень серьезный, вы, обращаясь к Высшему, вкладываетесь в это. То есть серьезный вопрос заставляет вас быть искренним в этой ситуации. Ну а в социальной жизни, в таких менее сложных или более простых вещах, вы можете просто дать совет, как встать на ноги. Например, человека научить работать. Вот он лентяй, ему проще попрошайничать, а вы ему, допустим, если вы решили это сделать, помогаете встать на ноги. То есть вы переписываете ему программу жизни. Вот такой вот совет лучше всего дать или сделать. Очень много ребят спрашивают, каким образом гармонизировать отношения в семье. К примеру, один из членов семьи занимается духовной практикой, йогой, устремлен. Другие члены семьи очень негативно к этому относятся. Как все-таки это наладить, найти баланс в этом? Потому что этот вопрос затрагивает очень много семей. Все дело в нехватке чувств, в нехватке любви. Нет стремления к безусловному восприятию, безусловной любви. К восприятию этой возвышенной любви. Все дело в ограниченном сознании. Все дело в эго, проще говоря. Когда близкий человек другому доказывает свою правоту, это говорит о том, что он не чувствует, не любит. Он доказывает свою правоту. То есть он любит себя, он видит в этом себя. И это проблема. Это происходит не только у обычных людей. Это происходит даже у высоко духовных, в какой-то степени высоко духовных людей. У лидеров некоторых орденов, у лидеров некоторых духовных конфессий. Вы понимаете, они все поражены этим вирусом эго. И будучи на таком достаточно высоком уровне, они соревнуются. Это в лучшем случае. В худшем случае воюют с другими конфессиями и так далее. Почему так происходит? Потому что эго, оно очень важно для людей. Таким образом они себя выражают. Но возвращаясь к семье, если человек любит другого человека, он его принимает таким, какой он есть. Меня спрашивают, как вот научиться любить? Как вот действительно хотя бы попытаться это сделать? Вот вроде бы и любишь человека там, но ему сложно каким-то образом донести то, что я хочу. Ну как это сейчас модно говорит, причинить добро. Сложно донести. Но я задаю встречный вопрос. А что вы хотите сделать для этого человека? Я хочу объяснить, что он должен делать так-то или так-то. Я хочу объяснить, что он не прав. Я хочу, чтобы у него было все хорошо. А задавали ли вы вопрос этому человеку? А хочет ли он этого? Ну то есть, ведь можно договориться. Но здесь уже принципа любви нет. Здесь есть какая-то условность. Если мы хотим помочь людям, если мы хотим действительно по-настоящему наладить отношения, то нужно, создавая условия для саморазвития, может быть даже принося себя в жертву отчасти. Потому что, по большому счету, это кузня духовная семья. Когда муж и жена друг друга любят, а потом они год, два, три живут вместе, и у них возникают разногласия. В том или ином вопросе, как правило, это быт социальный. Если у них возникают разногласия в духовных аспектах, это еще печальнее, потому что нет общей цели. Но в какой-то степени кто-то должен быть мудрее. В частности, муж, допустим. Есть пример семьи взять. Он взял ответственность за эту женщину, и он должен создать условия для ее развития. Но я сейчас не говорю о том, что эта женщина может пользоваться этим. Я говорю о том, что должен сделать мужчина. То есть он создает условия для развития. Он создает условия более комфортные. Женщина создает условия в доме комфортные для пребывания своего супруга. А супруг должен заботу проявлять в целом в семье. Таким образом, каждый находится на своем месте. Каким образом прочувствовать сострадание к этому человеку? Ну, хотя бы вспомнить о том, что он страдает. Хотя бы подумать о том, что в данной ситуации человеку некомфортно, возник спор в семье, к примеру, и жена доказывает одно, муж другое. Оба страдают. Потом надо подождать какое-то время для того, чтобы закончились эти переживания, эгоистические всплески. То есть это волна негатива. Она должна пройти. Идет смена позиций. В какой-то степени планетарная смена позиций либо другая. Либо астральные влияния. Потому что зачастую именно астральные влияния вызывают ситуации неприятные. Сейчас это модно опять же людям часто приходит информация о том, что есть некие операторы сознания, которые влияют на мозг, на психику людей. Такое существует. Это астральное влияние. Должно пройти какое-то время для того, чтобы люди успокоились. И есть рейтмотив жизни. Есть понимание, что мы семья, мы должны быть вместе. Кто-то становится более проявленным в направлении разумности. И идет навстречу. Между тем его эго постоянно испытывает чувство подавленности. Оно не соглашается, потому что ему надо сделать шаг, переступить через себя. Вот здесь проявляется духовность. Когда вы идете навстречу, проявляя свое духовное и принижая эго, вы сами идете. Даже если этот человек неправ по отношению к вам, вы переступаете через это. Вы в этот момент переступаете не просто через эго, а вы перешагиваете на этап дальше в духовном отношении. Какая вам разница, что о вас будут думать? Какая разница человеку, что о нем будут думать, если он понимает, что внутри он совершает действие осознанно? Он знает, для чего он это делает. И тем более, почему мы переживаем за то, что будут думать наши близкие о нас? Это же наши близкие люди. Кровные родственники, допустим. Вы совершаете действие в направлении балансности. Вы гармонизируете пространство. Чист тот, ну или духовен тот, кто старается уравновесить начало и прекратить вражду, прекратить перепады вот этих вот настроений, качелей так называемые. Вот. И он таким образом становится любимым сыном или дочерью Бога, потому что он работает в направлении гармонизации. Опять же, отвечая на вопрос, на тот момент каждый человек, находясь на своем уровне сознания, в той или иной степени реагирует на события и потом отрабатывает эти события. Это карма семейная, либо карма отношений в целом. Поэтому, если вы хотите быть духовными в семье, то занимайтесь опять же саморазвитием. Занимайтесь тем, чтобы научиться не создавать конфликтные ситуации внутри себя, в первую очередь, потому что они влияют на окружающих. Если вам что-то внутри не нравится, лучше отработать это. Иногда даже лучше высказаться. Но, когда вы высказываетесь, говоря правду, делаете это с любовью. Потому что, если вы говорите правду, то она превращается в критику, это уже создает напряжение в семье. Очень многие люди, культурные люди, аристократы, которые внутри может быть очень взволнованы, либо разгневаны, на то они аристократы, что они не позволяют выплеснуть этот гнев. Они спокойно на это реагируя, находят правильные слова для того, чтобы культурно выразить свое недовольство. Либо промолчать, либо как-то сгладить это вообще. Вот чем отличается духовный человек от человека со средним умом, который ближе к животному уровню сознания, готовый оскорбить, готовый что-то сделать в порыве гнева или там ревности или еще чего-то. Это уровни сознания разные. Поэтому каждый в семье оказывается в той семье, в которой он должен оказаться. Для каких-то испытаний отработки кармы? Если вы это все понимаете, вы меняете свое отношение к жизни, к себе самому. Это первый этап. И очень часто в семье возникает другая ситуация, когда вроде бы все успокоилось, вроде бы все приняли то, что человек занимается саморазвитием. И ты, находясь в этом, хочешь пробудить интерес у своих близких. Что вы посоветуете, что нам сделать, чтобы пробудить вот этот интерес к развитию, творчеству? Чтобы добиться того, о чем ты говоришь, нужно перестать лечить людей. Ну то есть, проще говоря, синдром проповедника должен быть выключен. Когда ты что-то очень интересное для себя обнаружил, ты очень хочешь донести это до своих близких. Но донося эту информацию, человек становится каким-то очень-очень настырным в направлении донести эту информацию, буквально навязывают. Это элементы фанатизма. Нужно светить, как я говорю часто, фанатики должны превратиться в фонарики. Нужно быть фонариком, светить направление. Человек увидит эту красоту, он сам пойдет туда. Ваша задача только направить, подсказать. За исключением того момента, когда человек, ваш близкий человек, за которого вы несете ответственность, в частности, это дети, откровенно заблуждаются и откровенно ошибаясь, совершают действия, которые могут привести потом к печальным последствиям. Здесь вы уже несете ответственность. Но если это взрослые люди, которым вы хотите донести, то, конечно, нужно это делать очень мастерски. На самом деле, здесь требуется умение, требуется мудрость, требуется навык, учительский навык для того, чтобы сделать так, чтобы детям либо взрослым детям было интересно. Например, зайти с другой стороны, не говорить «вы должны, вам надо, давайте срочно», а просто рассказать историю, через которую люди поймут. Мастер Иисус притчами рассказывал. Он не навязывал ничего, он просто рассказывал историю о том, как что-то происходило. Люди слушали и получали знания. От третьего лица, может быть. Было бы так правильнее. За исключением тех моментов, когда действительно ребенок сует палец в розетку, образно говоря, либо взрослый ребенок совершает действия, которые вы знаете конкретно, могут привести к печальным результатам, вы останавливаете это, потому что у вас есть ответственность. Останавливая, может быть, даже резко, вы можете дать понимание этому человеку, почему. И тогда он поймет, либо поймет чуть позже. А когда человек в семье занимается духовной практикой, ему не хватает знаний для того, чтобы обосновать эту духовную практику, он начинает говорить, что это очень хорошая система и ее обязательно надо практиковать. Вопрос, почему. Вопрос возникает у людей, почему мы должны практиковать эту систему. Ну, ты хочешь, ты практикуй. У нас есть своя жизнь, у нас есть свои интересы. У нас есть свой ночной клуб жизни, куда мы хотим ходить. Там другая практика, к примеру. И тут идут противопоставления. Чаша весов одна и вторая. Есть тьма, есть свет. В сознании этого человека свет – это духовная практика, в сознании этих людей свет – это то, что им нравится. Но заблуждаются те, которые портят себе жизнь этим, потому что они не знают дальше, но ты знаешь о том, что будет дальше. Тогда найди способ, как правильно объяснить. В качестве примера, в качестве каких-то там… И самое главное, если вы обладаете силой убеждения, а она возникает из личной практики, из личного опыта, и тогда вы верите в то, что вы говорите, оно обязательно отложится в сознании людей. Поэтому, когда мастера говорят о чем-то, они говорят из личного опыта и говорят так, как имеющие власть. Почему фарисеи боялись Иисуса, Мессию? Потому что они боялись того, что Он, говоря каждое слово, привносил в сознание мощные процессы, трансформирующие это сознание. Он говорил, как имеющие власть. Борьба прекратится тогда, когда и те, и другие начнут говорить то, что является созидательным. И это станет новым направлением в жизни, в данном случае, и в семье, и вообще в семье большой. Большая семья – это, кстати, наше государство. Ну или планета Земля, если хотите. Поэтому те лидеры духовные, которые сейчас настоящие духовные лидеры, не деланные или названные, а настоящие, те, кто практики, те, кто действительно духовно разбираются, занимаясь трансформировать сознание, говоря некоторые какие-то постулаты, скажем, давая в жизнь, да, говоря о некоторых вопросах, связанных с трансформацией сознания, за этими словами есть сила, духовная сила, сила духа. И вот это меняет пространство. Поэтому просто так они не говорят ничего. Мы в практике Крия называем это мастер-мысль, мастер-слова и мастер-дела. Мастер-мысль – это когда ты глубоко убежден высокой идеей. Мастер-слова – это когда твоя мысль и твое слово не расходятся, они есть продолжение, одно есть продолжение другого. А мастер-дела – это тогда, когда ты практикуешь, ты в действии находишься и мысли с делами и со словами не расходятся. Это мощная сфокусированная сила. Тогда человек добивается своей цели. Пусть даже не очень высокой духовной, но он добивается. Ну, к примеру, я говорю, что я должен описать новую композицию. У меня появилась идея, почему она должна быть, откуда она возникнет, какая она будет. Я об этом сказал – будь добр, делай. Всё. То есть это волевой аспект. Тогда всё у людей будет хорошо. В продолжении темы. В настоящее время наблюдается тенденция, что женщины активнее мужчин. Они активнее посещают мероприятия, связанные с саморазвитием. Они вообще в целом активнее. Почему так происходит? И совет мужчинам. Почему мужчины настолько отстают в этом плане? Они менее активны, нежели чем должны быть. Эта тенденция не в последнее время. Женщины всегда были активны. Просто были периоды, когда мужчины, проявляя большую гордыню свою, не обращали на это внимание. А сейчас пространство меняется, сознание меняется, и женщина не является принадлежностью мужчины. Женщина – это часть целого. Можно ли сказать, что активнее – Бог или Вселенная? Вселенная – это шакти, да, изначально. Духовная Вселенная, из которой возникла та материальная Вселенная, мир и все. Это шакти. Это женщина. Женский аспект. И есть мужской аспект абсолюта, который проявил себя как женский. Что из этого активнее? Что из этого главнее или важнее? Два треугольника, образующие звезду Давида, допустим, да? Верхний треугольник – мужской, нижний треугольник – это женский аспект. Они вместе образуют мандалу. Нет ни главного, нет ни второстепенного, это целое. Поэтому мы просто сейчас видим, что наше сознание формируется. Мы видим, что это формирование сознания, оно выравнивает баланс, так называемый. Поэтому в какой-то степени угнетение женщин, которое присутствовало в сознании мужчин, допустим, да, ранее, оно сейчас в меньшей степени проявлено. И женщины, они становятся активными, казалось бы, но они были активными, еще раз. Просто сейчас это так заметно, потому что мы обращаем на это внимание. Но есть момент, конечно, который связан с личностным аспектом. Мы сейчас говорили о духовно-философском, более таком, космическом аспекте. А сейчас можно поговорить о том, что женщины стали активны, потому что они внутренне чувствуют. Эти чувства связаны с изменением мира, пространства. Эти чувства, они выражены в аспекте личности и эго в хорошем смысле. Чтобы вы понимали, эго для меня, это неплохой аспект. Эго – это инструмент. Вы можете его использовать во зло, а можете использовать его в направлении добра. Вот те, кто сейчас стремятся к развитию среди женщин, да, их действительно становится больше. Это те люди, которые… те женщины, те люди, которые понимают, что правильно использовав свой инструмент, они могут добиться очень высоких уровней. Но есть крайности, где женщины становятся очень-очень эгоистически выражены и пытаются обрести самостоятельность в отдельности от мужчин, не надеясь на мужчин. Это крайность. Так не должно быть. Это неправильно. С точки зрения баланса и гармонии – это неправильно. С точки зрения Адвайта-Веданте – вообще ничего не существует. Но с точки зрения балансности внутри мира, вот этой двойственной вселенной, должен быть хороший баланс, должно быть хорошее отношение друг к другу. Поэтому, если мужчины действительно мудры, то они будут правильно, направляя эту вселенскую силу шакти, гораздо быстрее будут способны обрести то, к чему они стремятся. И наоборот тоже. Потому что, допустим, мужчина более разумен с точки зрения разума. Его ментальный процесс, он активнее. Женщины, конечно, тоже разумны по-своему. Но женщины более стихийны. Это не значит, что у них разума нет. Сейчас подумаешь, что я сказал, что мужчина более разумен, а женщины нет. Нет. Не об этом говорю. Я говорю о том, что женщина руководствуется больше чувствами, эмоциями, вот этой силой, стихией. Мужчина руководствуется более разумом, он меньше чувствует. Чувствовать Бога, например, пространство, это намного выше, нежели просто ментально воспринимать какую-то концепцию. Поэтому мужчине надо научиться чувствовать, как женщина. А женщине нужно обрести силу разума, как у мужчины. Тогда будет баланс. Вот если два человека встречаются, образуют третий, то идет энергия мужской и женской силы составляющей, образуется ребенок, новая вселенная, проще говоря. Здесь в отношениях должно быть то же самое. В духовном развитии должно быть то же самое. Это очень хорошо, что сейчас женщины стали активны в большей степени. Ну, то есть, видимо, активны. Они были так. Вспомните, во время войны, например, кто вытаскивал раненых из уже обездвиженные тела? Хрупкие, молоденькие девушки, медсестры вытаскивали. Сколько сил нужно было? Были случаи, когда мужчины не могли справиться. В тяжелой ситуации именно женщины могли это сделать, потому что они не руководствуются умом, они включают свои резервы. Это стихия, это мощная сила. Вся вселенная, фактически. Благодаря женскому аспекту, вот этому, да, она существует. Единственное, кто может Шиву успокоить? Это матушка Шакти, Кали. Именно матушка Шакти, ну, то есть, энергия женского начала, может пробудить в аспекты вот этого творческого действия. Потому что, если нет этой энергии, то Шива – это труп Шавасана. Шава, фактически. Он Шива тогда, когда есть Шакти. А так, когда нет Шакти, он Шава. Ну, то есть, он мертв, нету его. Вот о чем речь. И наоборот тоже. Только Шива мог успокоить Кали, вот эту вот разгушевавшуюся стихию, когда она встала, как говорится, ему на грудь, и он лег так, чтобы дать ей возможность танцевать, чтобы не разрушить всю вселенную. Это образы, это метафора, но, в принципе, в этом глубокий смысл. Поэтому должен быть баланс, обязательно. Мастер, вы частично уже затрагивали вопрос, связанный с совместным восхождением. Хотелось бы еще раз какого-то некого вдохновения получить для тех пар или людей, которые идут вместе по пути духовного саморазвития. Что вы можете им посоветовать? Все очень просто. Пробуждайте любовь к Высшему и наблюдайте эту любовь в сердце каждого. Когда вы разговариваете друг с другом, старайтесь видеть Бога в сердце каждого человека, в сердце того близкого, с которым вы общаетесь. Это не просто муж и жена, это целое, это сам Творец. Он вам доверил себя, выразив себя в вас. И ваши души сейчас находятся в этих дживатмах, то есть души собрались вместе в одну семью. Туда же и дети относятся. Это целая, это целая вселенная. Думайте не о себе в этот момент, а думайте о целостности вашей вселенной. Это первое. Второй момент очень важный. Когда вы общаетесь друг с другом, общаетесь так, как будто в сердце этого человека или в сознании или в божественном сосуде этого человека сам Творец присутствует. Это так и есть на самом деле. И можете ли вы сказать Творцу что-то, что не подобает? Не можете. Поэтому находите слова любви, находите слова утешения, находите слова, которые не являются грубыми для того, чтобы высказаться. Да? И помните о том, что вы договорились помогать друг другу, когда воплощались. Это вселенское действие. Не позволяйте себе забываться и принижать. Поэтому, проявляя заботу друг о друге, вы будете сами очень быстро эволюционировать. Вот в чем дело. И таким образом заметите, насколько становитесь сильнее и мудрее. Такие семьи очень крепкие, когда есть общая цель, когда есть понимание, когда есть пробуждение этой безусловной любви. Но если один не понимает, а другой, допустим, ждет понимания, то тогда не ждите этого понимания, а делайте все необходимое для того, чтобы это понимание возникло. Через личный пример. Ну, к примеру, муж пьет, жена занимается духовной практикой. Он против того, чтобы она занималась. Он продолжает пить на зло, а она продолжает заниматься, возникает разногласие. Она хочет уйти от него. Я просто модель рассказываю, которая сплошь и рядом возникает. Попадается. Она хочет уйти от него. Приходит ко мне и говорит, что мне делать? Я говорю, начни служить своему супругу так, как ты это должна делать, независимо от того, чем он занимается. Продолжай молиться, проси за него, молись и делай все, что необходимо. Через буквально какое-то время он перестает пить. У них возникают чувства снова и меняется что-то. Это, конечно, может быть не так часто, как хотелось бы, но это работает. Вдохновение по дороге. Вдохновение – это то, когда вы, обращаясь к Высшему, понимаете, что то, что вам дано сейчас, это вам подарком идет. Это делает вас сильнее. Вы просто помните о том, что это не трудность и не экзамен, допустим, а именно то, что есть доверие. Когда вам Бог доверяет судьбы других людей, несмотря на то, что они ведут себя не очень хорошо, некорректно, Он вам доверяет судьбы. Он вам лично доверяет. Это ваше личное общение со Творцом. Вот это вдохновляет очень сильно. Тогда вообще ничего не страшно. Ну и, как я вначале говорил, если есть вопросы, которые очень сложно решить и вы не знаете, как, ваша задача – обратиться. Для этого эти вопросы появляются в таком виде. Вы должны обратиться, и тогда все произойдет.